Мы проведем дозор в музее истории Великой Отечественной войны. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – первый в мире, посвященный самой кровопролитной войне 20 века и единственный в Беларуси, созданный в годы фашистской оккупации. К слову, первая коллекция была создана еще в военное время. Экспонаты датируются 1942 годом. Сегодня это один из самых крупных музеев планеты. Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны. Но время бессильно ослабить память человечества о неизменной стойкости и мужестве нашего народа. Сегодня Беларусь празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в нашей стране праздник – День независимости. К знаменательной дате приурочена экспозиция в музее и называется она «Подвиг во имя освобождения». На ней представлено более 80 подлинных предметов, в том числе из коллекции военной археологии, а еще более 200 уникальных фотодокументов. В 1945 году фронтовой художник Шамин нарисовал портрет дважды героя Советского Союза Черняховского, командующего Третьим Белорусским фронтом. В этой же витрине находятся личные вещи командующего Первым Прибалтийским фронтом Баграмяна. Генерал армии Захаров руководил Вторым Белорусским фронтом. На одной из фотографий вы увидите его изображенного в этом самом комбинезоне. Это уникальный экспонат. В летописи Великой Отечественной войны операция «Багратион» занимает особое место. По смелости замысла и тщательности подготовки, по размаху и военно-политическим итогам она была наиболее выдающейся операцией. 23 июня 1944 года началась белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». 28 июля с освобождением города Бреста завершилась трехлетняя оккупация Беларуси, а 29 августа выходом к границам Восточной Пруссии завершилась операция «Багратион». Работа временной экспозиции «Подвиг во имя освобождения» продлится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны до 20 августа. Обязательно приходите сюда и прочувствуйте эту атмосферу. Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами, миллионами убитых на фронте, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. 29 миллионов погибших. Если бы каждому погибшему посвятили минуту молчания, то 30 лет молчал бы весь мир.